Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Выиграть конкуренцию в ценовой политике – такую задачу поставил глава Сочи перед отелями на летний сезон. На горе Ахун развивается Знамя Победы. Точную копию известного флага установили сегодня юные патриоты. В Сочи откроют памятник маршалу Андрею Гречко. Об этом стало известно на заседании Оргкомитета по подготовке ко Дню Победы. Футбольный клуб Сочи готовится выйти в Премьер-лигу, а пока спортсмены выполняют ГТО и приглашают присоединиться. Реализация нацпроектов и стратегии развития Кубани потребуют роста экономики. В краевой администрации подвели итоги финансового года за первый квартал. Совещание в режиме видеосвязи со всеми районами края провел губернатор Вениамин Кондратьев. Собственные доходы региона в текущем году должны составить не менее 280 миллиардов рублей. В бюджет Кубани уже поступил 61 миллиард. За счет каких отраслей пополнилась краевая казна, знают наши краснодарские коллеги. Развитие медицины, строительство школ и детских садов, снижение бедности и дальнейшее благоустройство скверов и парков – это лишь малая часть тех задач, которые прописаны в майском указе президента. Фундаментом для реализации этих целей является экономический блок. Именно о его развитии сегодня говорили в краевой администрации. Собственные доходы региона в этом году должны составить не менее 280 миллиардов рублей. Первый квартал финансового года уже позади. И вот предварительные итоги работы экономики края. На сегодняшний день поступление в бюджет превышает запланированные показатели. В казну уже мобилизовано свыше 60 миллиардов рублей. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил более 106%. По нашим прогнозам все наши показатели должны быть выше среднероссийских. Но по итогам первого квартала где-то так, а где-то не так. Поэтому давайте посмотрим, скорректируемся. По итогам первого квартала скорректироваться возможно. По итогам второго квартала, понятно, мы уже должны увидеть результаты корректировки. А по итогам третьего, ну естественно четвертого, получить результат. Вот это будет правильная, такая конструктивная, командная работа. Потому что те темпы, которые мы перед собой ставим, и те задачи, которые мы перед собой ставим, безусловно, программы, которые сегодня уже есть, они должны быть наполнены деньгами. Наполнены деньгами для того, чтобы они были реализованными. Но эти программы, это просто будут бумажки, если не будет финансового наполнения этих программ. И мы должны сегодня каждой себе давать отчет о том, что все, что мы пообещали людям, мы должны сделать. Подробные цифры по каждому направлению привел вице-губернатор Игорь Голась. Повода расслабляться нет. Некоторые из отраслей показали отрицательную динамику. Например, уменьшились объемы в строительстве и оптовой торговле. Однако хорошие темпы набрали в сельском хозяйстве. Там рост составил больше 102%. В общественном питании, в розничной торговле и промышленности. В Южном федеральном округе сегодня экономика Кубани занимает лидирующие позиции. Основные источники дохода казны – налоговые поступления, например, с продажи земельных участков или имущества. Динамика на сегодняшний день положительная по итогам первого квартала и четырех месяцев. Соответствует тем бюджетным назначениям, которые утверждены законом краевым. Мы идем в нормальном режиме. Сохраняется, как и в предыдущие годы у нас, основные бюджеты, образующие источники собственных доходов. Однако поступления налогов на доходы физических лиц пошли в минус. С начала года в казну мобилизовано около 19 миллиардов рублей платежей по НДФЛ, что ниже плановой динамики на 2,8%. По данным управления Федеральной налоговой службы, 40% работодателей в крае выплачивают заработную плату наемным работникам ниже минимального размера оплаты труда. Это хозяйствующие субъекты, которые на протяжении длительного времени являются поставщиками товаров, работы, услуг в рамках обеспечения государственного и муниципального заказа, но также которые выплачивают заработную плату работников ниже МРОД. С ними тоже необходимо проводить работу. Если ты поставляешь товары, работы, услуги в рамках муниципального государственного заказа, то, наверное, ты должен быть добросовестным налогооплательщиком. Мы сегодня пытаемся вести диалог с теми, кто выплачивает зарплату ниже МРОД. Коллеги, но я уверен, больше половины из тех в количественном составе предприятий, они, наверное, это принимают за нашу слабость. Ну, разговаривайте и разговаривайте. Может быть, когда мы начнем действовать более активно, они будут говорить, что это не рыночно абсолютно, но они ведь первыми начали действовать не рыночно, потому что они нарушают принципы конкуренции. Если они серую платят зарплату, если, естественно, это влияет на себестоимость их продукции, услуг и тому подобное, мы просто всех приводим к одному знаменателю. И для всех даем одинаковые возможности. И конкурентную среду мы тоже делаем для всех одинаковую. По краевой казне вьют зарплаты в конвертах. Именно поэтому бюджет недополучает налоги. А ведь недостающие миллионы – это, к примеру, благоустройство городов и станиц, строительство социальной инфраструктуры. В этом вопросе глава региона действует радикально. Отказать недобросовестным предприятиям господдержки. Мы должны просто, наверное, составить черный список таких предприятий и разлагать всем – министерствам, департаментам, банкам. И все, кто в этот список попал, полностью, 100% лишаются любой господдержки. В любой отрасли экономики. А если те, кто в эти списки попал, вдруг получат господдержку, либо преференции, неважно, на каком уровне – муниципальном, краевом, то тогда уже этот вопрос к вам будет. Почему? Почему? Особые отношения, что ли? А знаете, может, поэтому они и не платят что-то, либо платят черную, только потому, что особые отношения с кем-то. Слишком хорошая крыша, знаете, как в народе говорят? Слишком хорошая крыша. Она тоже имеет способность протечь. Поэтому давайте не будем играть с огнем, не будем играть с огнем. И максимально жестко подойдем к тем, кто платит серую, тихий, спокойный, но результативный алгоритм. В Крае активно возьмутся за тех, кто так и не хочет выходить из тени. Вениамин Кондратьев поручил организовать межведомственную работу по борьбе с неформальной занятостью и легализацией трудовых отношений с работниками. Яна Бузовичкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Вениамин Кондратьев встретился с профсоюзным активом Края. Сегодня общественные организации играют важную роль в жизни региона. В рядах профсоюзного движения Кубани больше 600 тысяч человек. Как отметил губернатор, это реальная сила, способная отстаивать свои права. Одно из ключевых направлений в работе активистов – борьба с серыми зарплатами и теневой занятостью. Отмечено, что на предприятиях, где существуют профсоюзные организации, практически нет задолженности по оплате труда или выплат в конвертах. Важно ощущать себя не просто нанятым, а влияющим, в том числе, на процессы, которые происходят на том предприятии, в котором ты работаешь. А в одиночку ничего не сможешь. А вот когда ты объединяешься уже в сообщество, в рамках сообщества, конечно, можно влиять. Можно. Никто никуда не денется. И это сегодня понимают, в том числе, руководители всех предприятий, невзирая на уровень собственности. И я знаю, что даже по моей информации, где-то есть настойчивые рекомендации, даже запреты, чтобы работники вступали в члены профсоюза. А это говорит о том, что на самом деле вы можете заставить с собой считаться. И заставляете с собой считаться. В свою очередь, представители профсоюзных организаций смогли задать губернатору вопросы на волнующие их темы. На встрече обсудили детский отдых и поддержку молодежного профсоюзного движения. Они спасают других, рискуя своей жизнью. Люди, для которых огонь не просто стихия, а условия каждодневной работы, отмечают сегодня свой профессиональный праздник. В этом году пожарной службе России исполнилось 370 лет. Сотрудников МЧС края со знаменательной датой поздравил Вениамин Кондратьев. Губернатор подчеркнул, что за проявленные самоотверженность и отвагу в борьбе с огненной стихией, многие кубанские спасатели удостоены высоких государственных наград и профессиональных знаков отличия. Ваша работа требует высочайшего мастерства, оперативности и решительности, умения в чрезвычайных, подчас критичных условиях принимать единственно верное решение. Спасти, защитить и помочь – вот основные задачи вашей службы, с которыми вы достойно справляетесь, заслуживая искреннего уважения. Жители Кубани знают, что в трудную минуту вы всегда придете на помощь. Губернатор поблагодарил сотрудников ведомства за преданность делу и пожелал дальнейших успехов в нелегком труде. Тушат все. Российские военные вместе с абхазскими спасателями МЧС потренировались тушить пожары. К учениям не готовились. Проверка была внезапной. На российской военной базе Южного военного округа есть своя противопожарная команда. По тревоге бойцы должны были ликвидировать условные очаги возгорания в жилых и служебных помещениях. Российские и абхазские пожарные расчеты сработали оперативно. Эта тренировка позволила провести и учебную эвакуацию военной техники. Всего в учениях были задействованы полсотни военнослужащих. Ну а в Сочи спасатели вывели травмированную туристку из леса. Звонок в отряд поступил от диспетчера службы 112. Выяснилось, что гостья курорта из Санкт-Петербурга спускалась с горы Ахун к Агурским водопадам и подскользнулась. Падая, 70-летняя женщина травмировала ногу и идти дальше не могла. Спасатели наложили ей на ногу шину и на носилках спустили к машине. Уже в городе пострадавшую передали врачам скорой помощи. На самой высокой башне Сочи теперь развивается Знамя Победы. Копия того самого исторического флага установлена сегодня на горе Ахун. Акция называется «Победный стяг над Сочи-рейд». Именно 30 апреля, 74 года назад, над Рейхстагом взвился флаг Победы. Его копию сегодня водрузили на самой высокой башне Сочи на высоте более 650 метров над уровнем моря. В этом году честь установить флаг доверили курсантам сочинских военно-патриотических клубов. Непередаваемые чувства от поднятия флага. Вроде бы и непривычно, но и в то же время переполняет гордость. Это событие, и эта победа, и эта военно-патриотическая работа, которую мы с вами ведем, она нужна сегодня им, чтобы они могли сегодня, прежде всего, просто прикоснуться к великому подвигу советского народа, к подвигу своих дедов, прадедов, к подвигу тех, кто ценой своей жизни завоевал нам свободу, независимость, сегодняшний счастливый день. В ежегодной акции в Сочи открылась неделя памятных мероприятий, посвященных Дню Победы. Всего в Сочи к этой дате подготовлено 150 праздничных событий. В Сочи откроют памятник маршалу Андрею Гречко. Об этом стало известно на очередном заседании Оргкомитета подготовки ко Дню Победы. Андрей Гречко в 60-70-х годах был министром обороны Советского Союза, прошел Гражданскую и Великую Отечественную войну. Бюст маршала в память о его заслугах решили установить в Красной Поляне. Благодаря Андрею Гречко в сочинском поселке было построено 18 объектов, в том числе знаменитая турбаза Минобороны. Гречко считал, что даже на отдыхе солдаты и офицеры не должны терять боевой формы. Бюст маршала установят 8 мая на улице Волоколамская, в сквере, который был благоустроен силами краснополянцев, рассказал на заседании Оргкомитета Анатолий Пахомов. Всего же ко Дню Победы в Сочи подготовлено 150 мероприятий. Также на заседании Оргкомитета подвели предварительные итоги программ помощи ветеранам. Это оздоровление, лечение и ремонт квартир. Участники боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, вдовы, все категории, сегодня получили помощь. Насколько я знаю, 33 дома мы должны были отремонтировать. Мы должны были предоставить всем буквально возможность оздоровления в санаториях. Помощь получили все без исключения. Списки нуждающихся были сформированы районными советами ветеранов. Они же контролируют качество оказываемой помощи. Завершается в Сочи работа по уборке и ремонту памятников Великой Отечественной. В городе их более сотни. К работе подключились школьники и студенты. Все мемориалы и стеллы в хорошем состоянии, за исключением памятника Вучдере. Это братская могила, где захоронен 71 солдат. Пахомов поручил привести памятник в порядок к 9 мая. Завершается в Сочи благоустройство и восстановление могил ветеранов, у которых не осталось родственников. Таких в Сочи 54. Все по просьбе главы города уже приведены в порядок. Там установлены надгробия и таблички с именами. От потерь в рядах ветеранов, к сожалению, не защитится. Вот и сегодня ушел из жизни Андрей Дмитриевич Буторин. Летчик первого класса. Он входил в специальный отряд стратегической авиации. На бомбардировщике Ту-95 налетал 25 лет. Дежурил по особому маршруту вдоль берегов Атлантики. В 1961 году как командир экипажа выполнил секретное задание – испытание сверхъядерной бомбы и облет под шапкой ядерного взрыва. Ему удалось спасти самолет, экипаж и выполнить поставленную задачу. Наш коллектив присоединяется к соболезнованиям. И к другим новостям. Выиграть конкуренцию в ценовой политике. Такую задачу поставил глава города Анатолий Пахомов на очередном заседании по подготовке к лету. Зимний сезон завершен. В Сочи за это время посетили 1 миллион 400 тысяч туристов. Это на 7% больше, чем в прошлом году. Продажа летних туров уже на пике. По данным туроператоров, летом Сочи примет не менее 3,5 миллионов отдыхающих. И сейчас важно выиграть конкуренцию в ценовой политике, подчеркнул Анатолий Пахомов. Цены на отдых должны быть не выше, чем, например, в Турции или Греции. В феврале мэр провел презентации курортных возможностей Сочи в 8 городах. Крупным работодателям рассказывал еще и о том, что можно снизить затраты на оздоровление сотрудников и членов их семей. Это стало возможным благодаря внесению изменений в налоговое законодательство. Согласно этого налогового кодекса, сегодня работодатель имеет право тратить до 50 тысяч рублей на оздоровление своих работников и членов их семей. И этим надо пользоваться. Но не все работодатели, во-первых, об этом знают. Этим надо воспользоваться. И межсезонье мы закроем. На совещании говорили о том, что уникальные бальнеологические ресурсы курорта нужно использовать шире. Далеко не все здравницы включают стоимость путевки Мацесту. Лишь в 20 санаториях из 66 есть питьевые бюветы. Пахомов подчеркнул, важно гарантировать каждому гостю качественный отдых и оздоровление, чтобы он захотел вернуться на побережье вновь. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 1 мая в Сочи переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днем 22-24 градуса выше нуля. На праздники в Сочи будут приняты все меры безопасности. Сегодня глава города провел совещание с силовиками. Мэру Сочи доложили о том, что каждый год полиция справляется с задачами по охране общественного порядка на майские праздники. Схема отработана до автоматизма. Тем не менее, глава города требует усилить работу, потому что и в праздники, и в течение всего года туристов на побережье много. Круглый год у нас 150 тысяч незарегистрированных граждан находятся на территории города каждый день. И естественно, и в селах, и в микрорайонах жилых, и в общественных местах центра у нас просто должны быть тружинники. Расчеты сил и средств произведены. Подготовительные мероприятия мы уже провели. Будем применять опыт прошлого года. Немаловажно будет задействовано и увеличено количество казачества, ДНД. В Сочи сотрудникам полиции активно помогают казачество и добровольные народные дружины. В этом году и на праздники, и в период активного летнего сезона казаков на улицах города будет больше. Дежурить выйдут 538 человек. Глава города попросил активнее привлекать к сотрудничеству общественников, бывших военных и студентов. В Сочи с размахом отметят праздник «Весны и труда». 1 мая на курорте по традиции состоится праздничное шествие. Оно стартует с площади Зимнего театра в 10.00. Участники пройдут по улице Театральной, к курортному проспекту, улицам Паярка, Несебрской, Приморской, до площади у Южного мола. Команда молодежи планирует транслировать праздничное шествие Сочи в интернете одновременно с 300 гаджетов. Создавать настроение по ходу движения будут музыка и спецэффекты. Завершит празднование 1 мая на площади Южного мола большой культурный проект «Парад достижений». Он пройдет с полудня до 16 часов. Здесь же будет работать ярмарка мастеров. В связи с празднованием «Дня весны и труда» в Сочи изменится схема движения транспорта. Так, с 23.00.29.00 до 13.00.1.00 будет перекрыта для проезда и парковки площадь Зимнего театра. С 7.00.30.30.00 до 6.00.00.1.00 ограничат доступ транспорта на площадь Южного мола. Также на время шествия будет перекрыто движение по курортному проспекту и прилегающим улицам. Для того, чтобы освободить от припаркованных машин улицы, задействованные в проведении первомайского шествия, 30.00.30.30.00 и 1.00.00 в центре города будет усилена работа службы эвакуации. Изменения коснутся и общественного транспорта. Автобусы из Адлера в сторону центра во время шествия пойдут через развязку «Стадион» по улице Транспортная к железнодорожному вокзалу. Автобусы из Лазаревского района будут следовать к вокзалу через спуск с улицы Виноградной на Кубанское кольцо и далее по Московской. Участникам и зрителям 1 мая рекомендуют планировать свои маршруты и заранее прибывать на праздник. От 4 мая в центре Сочи временно изменится схема движения транспорта. Это связано с проведением пасхального крестного хода. Он пройдет от храма на Виноградной до площади флага у городской администрации. Колонна будет идти по проезжей части, поэтому 4 мая с 9.30 до 13.00 будет ограничено движение транспорта по маршруту крестного хода. Его вы видите сейчас на экране. Изменится схема движения общественного транспорта, поэтому, планируя свои поездки в этот район в субботу, уточняйте у водителей маршрут следования. Подробная информация есть и на нашем сайте fkt.com. Футбольный клуб Сочи сегодня демонстрировал свою физподготовку на центральном стадионе, но не в рамках футбольного матча. Спортсмены выполняли нормы ГТО и призвали присоединиться всех своих болельщиков. В Сочи продолжается весенний фестиваль «Готов к труду и обороне». Сегодня футбольный клуб Сочи на второй строчке турнирной таблицы Футбольной национальной лиги. Сейчас задача команды – выйти в премьер-лигу. Но, несмотря на плотный график тренировок, сочинские барсы вместе с болельщиками сдают нормы ГТО. Выполнить пришлось все испытания, в том числе пострелять из электронного оружия. Здесь ребятам пришлось попотеть. А вот на самом стадионе профессиональным спортсменам не было равных. Подтягивались, отжимались и бегали по высшему разряду. Мы с удовольствием присоединились к данной акции. У нас ребята очень адекватные, поэтому с удовольствием со всеми на равных выполняют требования нормативов. Футбольный клуб «Сочи» готов к труду и обороне. Призываем всех сдавать нормативы. Ну и вообще мы за здоровую нацию. С одного стадиона на другой. Сочинские футболисты буквально живут на полях. Сразу после сдачи ГТО барсы отправились отрабатывать точность бросков и удары по воротам. На кону – премьер-лига. Нам из четырех оставшихся матчей нужно выиграть два. Этого будет достаточно для того, чтобы выйти в российскую премьер-лигу. Я всех любителей футбола и тех, кому неравнодушен наш клуб, приглашаю 19 мая в 16.00 с футбольным клубом «Шинник». Приходите, поддержите команду. Если мы поднимемся выше, то к нам будут приезжать «Зенит», «Сказ», «Спартак», «Краснодар». В общем, я думаю, что для местных жителей будет праздник. Праздник для жителей и не только местных состоится и завтра, 1 мая. В Сочи стартует Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд. Любой состав семьи, здесь нет какого-то ограничения. Здесь самое главное, чтобы была семейная команда. Кем она будет представлена, папой или мамой, бабушкой, дедушкой – неважно. Главное, чтобы это был семейный такой порыв заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Заявляться никогда не поздно. Нужно, в первую очередь, получить ID-номер, зарегистрировавшись на сайте gto.ru. Всегда готова к труду и обороне и Галина Кулак. Но сегодня она не выполняет нормативы, а судит. Причина – не ее серебряный возраст, а небольшая травма ноги. В свое время она заняла второе место на всесоюзном фестивале ГТО. В 70-е годы я была вторым призером Советского Союза в многоборье ГТО. И мне приятно, что сейчас снова возобновляется все и снова сдают норму ГТО. Я рада и мне приятно быть на стадионе. Привилегии не были никакие, но это же здорово. Это же выступы я тренировалась, и это же здорово быть второй в Союзе. Это ГТО, это здоровье, это здоровье нации, это здоровье нашего государства. Нормы ГТО на сегодняшний день сдали более 20 тысяч сочинцев. 30% из них уже получили знаки отличия – серебряные, бронзовые и золотые значки. К концу года свои результаты узнают и все остальные, готовые к труду и обороне. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи летят тельцы, рыбы и девы. Популярный сервис бронирования составил интересный рейтинг. Эксперты решили выяснить, зависят ли предпочтения туристов от их знака зодиака. И проанализировали все забронированные авиабилеты с датой путешествия в майские праздники. Ну и получилось вот что. Некоторые знаки путешествуют в майские каникулы чаще других. Май – это месяц тельцов, которые отправляются в это время в поездки с завидной чистотой. Вероятно, это связано с тем, что многие представители этого знака путешествуют на свой день рождения, который как раз приходится на этот месяц. Самые активные туристы – телец, лев, рак и близнецы. Предпочитают отдыхать в своей стране стрельцы, раки и весы. А заграничный отдых чаще выбирают львы, рыбы и тельцы. Аналитики составили список наиболее популярных направлений для разных знаков. На юг, в частности в Сочи, стремятся тельцы, рыбы и девы. Так что в ближайшие дни есть шанс проверить, верна ли статистика, опросив приехавших на курорт знакомых. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.